Учительская профессия была и остается одной из самых востребованных и ценимых. И учителя стараются отвечать требованиям времени, быть в курсе образовательных новинок, чтобы оперативно применять их на практике. Традиционный конкурс «Учитель года Кубани-2020» позволяет выявить одаренных педагогов, поддержать их творческие начинания и дать им возможность проявить свои лучшие качества, чтобы они сделали серьезный шаг вперед в своем профессиональном росте. Всех участников муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани-2020» отличают настоящую любовь к своей нелегкой, но очень нужной обществу профессии, неравнодушия и желания постижения нового. 19 учителей из 16 образовательных учреждений стремились стать лучшими в следующих номинациях «Учитель года Кубани», «Учитель года Кубани по кубановедению», «Педагогический дебют», «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и в новой номинации «Учитель здоровья». Конкурсантов приветствовала исполняющая обязанности начальника управления образования Оксана Дорошко. Новое – это всегда познается сложно себе, в учениках, но настоящего учителя без этого, конечно же, невозможно. А участвуя в конкурсе, вы познаете себя. Это очень сложно, уважаемые коллеги, но я хочу, чтобы вы понимали, что вас здесь не оценивают, а ценят. Ценят за ваше трудолюбие, за ваш профессионализм, за вашу любовь к педагогической профессии, за ваши достижения, которые в будущем вас будут. После представления членов профессионального жюри, которое будет беспристрастно оценивать работу участников конкурса на всех его этапах, перед собравшимся выступили школьники. Великая ценность нашей жизни учителя – надежда, поддержка, подмога всегда. Сегодня вам, нашим дорогим, нашим любимым учителям, мы дарим свои сердца и самые добрые пожелания. Давайте жизнь воскрасим в радуге цвета, с яркими огнями зажигается она. Со сцены прозвучало много добрых слов пожеланий в адрес конкурсантов, которым предстоят интересные и серьезные испытания. Учитель начальных классов 1-го лицея Юлия Лобунец преодолела предстартовое волнение благодаря хорошей подготовке к конкурсу и связывает с участием в нем надежды на профессиональный рост. Моя основная педагогическая идея состоит в том, чтобы двигаться вперед, потому что если мы не идем вперед, то мы отстаем. И первая цель, первая задача, почему я здесь, я хочу научиться чему-то новому. Я хочу самообразовываться, самореализовываться и саморазвиваться. Учитель английского языка из 28-й школы Илья Терещенко участвует в конкурсе в номинации «Педагогический дебют». Этот конкурс будет хорошей возможностью поделиться опытом, чтобы обратили внимание в первую очередь, познакомиться с новыми людьми, узнать критику, естественно, о себе на мастер-классах, когда будут задавать вопросы, если кому-то что-то будет непонятно. Узнать лучшее направление, как следует дальше работать, двигаться с детьми. Конкурсные задания, в принципе, очень интересные. Мне все пока нравится. Первым конкурсным испытанием стали визитная карточка или творческая презентация для номинации «Учитель здоровья». И это у меня хорошо получается в номинации «Педагогический дебют». Впереди у конкурсантов напряженные испытания. В конце концов, будут определены лучшие из лучших. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События».